Состояние городских дорог, а конкретно федеральные трассы, которая связывает город с аэропортом, проинспектировали депутаты окружного собрания на основании множества жалоб, которые поступают от горожан. Парламентарии инициировали визит представителей организации «Прикамьи». Это город Пермь, на балансе которого содержится этот стратегический объект. Тема продолжит Ольга Руссу. Инспекция федеральной трассы начинается с нулевого километра. В этом месте, не доезжая аэропорта, располагается информационный щит. На нем полное название иерархия подрядчиков, а также телефоны, по которым граждане, в принципе, могут оставлять свои пожелания о качестве содержания дорог. Если дозвонятся в Пермь, непосредственно балансосодержателю, или в республику Коми, село Визинга, где базируется подрядчик. У нас много обращений было. 3 января ездили депутаты и проверяли дороги 8-го, и мы с вами видели, что на самом деле дороги в ужасном состоянии. Поэтому 15 января или 21-го депутаты приняли обращение непосредственно в федеральное дорожное агентство, и нас услышали. Сегодня представитель приехал, представитель заказчика, мы проехали по этой дороге. Я надеюсь, что в течение недели все будет приведено в соответствии с нормами. Среди самых частых жалоб – колейность на дороге. Занесенные снегом кромки, плохо почищенный городской мост, особенно в части пешеходной зоны. Все эти факторы вместе – причина травм и аварий. Основной момент – это, конечно же, применение противогололедных материалов. То есть все эти снежно-ледяные отложения, есть руководство по борьбе зимней скользкости на федеральных стабильных дорогах, как и стабильные дороги федерального значения. В этом руководстве все четко описано. То есть если мы хотим с вами видеть голый асфальт, высокие сцепные качества покрытия, в наш взгляд необходимо применение вот таких вот материалов. Без химических реактивов не обойтись позицию дорожника поддерживает и представитель профильного департамента. Мы понимаем, для того, чтобы содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии, необходимо применение противогололедных материалов. А противогололедные материалы у нас, против них выступает большая часть населения и автолюбителей. Поэтому здесь вопрос, я думаю, что так просто он не решится. Однако, по мнению депутатов, вопрос с безопасностью на дорогах и пешеходных зонах можно решить в ручном режиме. Реактивы не помогут при очистке дорожных бровок и пешеходных зон на городском мосту. Тем более, что раньше они очищались дорожными службами в ручном режиме, то есть лопатами. То есть есть, правильно, моменты, которые связаны с показателем каких-то материалов, о которых вы говорите, химических, да, которые как бы, вы считаете, что являются необходимы при применении данного вопроса. Но есть другой, и мы сегодня это увидели, факт, когда водители не могут развернуться или проехать, потому что не почищены кромки. Контракт на содержание федерального участка дороги заключен с подрядчиком на пять лет. В нем, кстати, прописаны и механизмы, благодаря которым есть возможность повлиять на качество содержания. Заново отказаться за такие деньги ваши подрядчики. То есть вставал вопрос о привлечении с подрядной организацией. Значит, ДСК «Карьер» в прошлый раз, когда приезжал, мы проводили семестное совещание с департаментом. Значит, цифра была озвучена, я сейчас, может быть, что-то могу перепутать, но оценивалась стоимость содержания в миллионах. Субподряд это миллион. То есть подрядчику необходимо в четыре раза больше, это минимум, по-моему, там два или четыре миллиона даже сказали в месяц. То есть для поддержания четырехкилометровой дороги в нормальном состоянии субподрядчику «Карьер» необходимо четыре миллиона в месяц, по миллиону на каждый километр. Тем не менее, по словам представителя дорожной организации «Прикамье», в ближайшее время планируется приступить к обустройству федеральной трассы. В частности, установки светофоров на кольце дорожных знаков и ограждений, а также остановочных павильонов. В настоящее время мы сейчас заключаем государственный контракт на устройство светофорного объекта, на четвертом километре вот эта кольцевая развязка. Кроме того, есть у нас в планах устройство дилинеаторов для разделения транспортных потоков. В конце выездного заседания депутаты окружного собрания предложили еще раз проинспектировать дорогу, уже в середине февраля, чтобы убедиться, что их просьбы не остались без ответа. В свою очередь представитель дорожной организации заверил, «Прикамье» открыто для диалога. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».